Новыми победами копилку достижений спортивной школы Нижневартовского района пополнила фигуристка Полина Кузнецова. На соревнованиях по фигурному катанию «Созвездие Югры-2022» она заняла третье место. На турнирах спортсменка выступает уже не в первый раз. На льду держится уверенно. Номер у меня был энергичный и веселый, потому что тренер говорит, что этот номер подходит мне под характер. У меня довольно все получилось, просто техника была чуть хуже, чем девочка, которая заняла первое место. Прыжки одни из самых тяжелых, а вращение мне дается очень легко. Яркий, запоминающийся номер продемонстрировала еще одна воспитанница секции фигурного катания Анастасия Яковлева. Недавно она вернулась из Тобольска, где проходили очередные соревнования, в которых девочка заняла второе место. Высокие баллы фигуристка получила не только за сложную технику, но и за необычную идею номера. Я когда начала катать, я изображала царему, которая не хотела выходить замуж и все отрицала. Настроение этого номера было «не хочу». Все было нормально, что все, что задумано, все получилось. Выступление в соревнованиях позволяет спортсменкам набираться опыта и добиваться новых результатов. Выполнив определенное количество элементов, прыжков и вращений, фигуристки могут получить новый разряд. Полина и Анастасия с этой задачей справились. Мы подтверждаем и защищаем разряд. Сейчас у нас девочки катались по третьему юношескому разряду, они их защитили. Есть и девочки, которые еще не защитили. То есть впереди еще есть соревнования, куда мы поедем, чтобы девочки это все подтвердили. И уже переходим на второй юношеский разряд. Сейчас пока работаем, тренируемся. Своё мастерство на ледовой арене фигуристки оттачивают по несколько часов в неделю. Для таких интенсивных тренировок им необходимы особые коньки с профессиональным лезвием. В спортивной школе такие есть. Ими уже вовсю пользуются будущие чемпионки. Рита Кадергулова, Эдуард Шарапов. Телевидение Нижневартовского района. Излучинск. Специально для Югра-24.